Нож 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девятая по счёту главная выставка кузнецов Якутии Дархан Ус-2018, посвящённая памяти Серафима Попова, состоялась 17 февраля в торговых рядах Кружала. На выставку съехались более 50 ведущих мастеров из 12 улусов города Якутска и пригородных посёлков. Организатором мероприятия выступает Союз кузнецов Республики Саха-Якутия, а также друзья и близкие первого организатора выставки Серафима Попова при поддержке Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия и якутской городской общественной организации ТАТТА. Выставка является самой главной площадкой по внедрению и распространению якутской традиционной культуры, потому как кузнецы у нас являются самыми главными носителями якутской традиционной культуры и ежегодно они объединяются, приходят на эту выставку, выставляют свои работы, проходят у нас различные конкурсы, выявляются победители сильнейшие по различным номинациям. И, конечно, хочется выразить огромную благодарность от имени организаторам, всем участникам, всем, кто поддерживает администрацию главы правительства Республики Саха-Якутия, друзьям, товарищам, родителям, землякам Серафима Попова. И я, как являюсь его земляком, Серафим вырос, родился и вырос в Сире Харбалах Татинского района. И от имени землячества села Харбалах Татинского района мы, конечно, хотим поблагодарить тоже еще раз организаторов. И, конечно, думаем, что и надеемся, что якутские ножи, они еще получат большее распространение по миру. Основной целью выставки кузнецов является возрождение традиций и культурных ценностей предков, повышение реализации творческого потенциала мастеров декоративно-прикладного искусства. Духовным руководителем проекта Дархан Уз является собиратель якутского орнамента, тонкий знаток старины и древнего кузнечного искусства, лауреат государственной премии имени Платона Аюнского, академик Академии духовности Республики Саха-Якутия, председатель Союза кузнецов, кузнец и художник Борис Неустроев, Мандар Уз. Вот хожу между рядами и вижу, очень много молодых, и еще молодых, и еще моложе. И вот школьники очень много начали работать этим ремеслом, заразились. И еще самое главное то, что они очень современные методы осваивают. А вот мы, старики, да, уже, видимо, наши технологии уже устаревают, а вот новые технологии, они вот забоевывают наше ремесло. Вот это я очень рад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... На торжественном открытии девятой главной выставки мастеров древнего искусства Якутии Дархан Уз-2018 участников и гостей поздравил заместитель председателя Союза кузнецов Республики Саха Якутия ведущий народный мастер Роман Готовцев Мандыр Уз. Продолжение следует... В Союзе состоит 80 человек. Второе большое мероприятие – Эсех Аланхо. Летом мы также планируем собраться и проводить конкурс Батыя. Людям эти соревнования нравятся, они зрелищны. Нам каждый год традиционно предоставляется отдельный тюсюльга кузнецов. Там наши ребята прямо на месте, традиционным способом изготавливают железные изделия и дарят свои творения местным музеям. Так мы участвовали, например, на Эсехе Аланхо в Верхоянском, в Вилюйском улусах. В этом году собираемся в Валданский район. У нас есть отличная новость. Наконец-то, получив разрешение, мы собираемся в Якутске открыть Центр кузнецов в Якутии. Этот центр позволит многим молодым кузнецам повысить свою квалификацию. А те, кто только начали увлекаться кузнечным делом, получат возможность посещать курсы. Кузнецы, работающие с металлом, мастера резьбы по древесине, а также портные, хранят в себе знания о верованиях народа, традициях, о культуре наших предков. И эти знания они передают из поколения в поколение с помощью искусства, отраженного в их изделиях. Сейчас пришел черед нашего поколения. Это мы должны продолжать дело своих предков. В состав компетентного жюри вошли многократный победитель международных выставок Сарел Белюкин, маэстро национальной кухни Иннокентий Тарбахов, член Союза художников России Джулустан Байтунов и другие. Перед организаторами выставки сегодня стоит нелегкая задача. Они должны выявить лучшего из лучших из потомков божественного кузнеца Кудай-Бахсы по трем номинациям. Таким как дегеттер быхах – универсальный нож, бастын аз быхага – лучший кухонный нож, бастын усыран онуғулах быхах – лучшая художественная композиция. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По каким критериям, если сказать, мы... Я как художник, да, художественную сторону смотрю, но не все так смотрят, а есть еще со мной жюри были, кузнецы, да, они вот смотрят, как железо, ну, ковалось, и какие техники там, мамонтовая кость и рога сахатого, да. Потом вот это железо, которое сделано, у него он сам отаговал в Дамасске, да, и там были, ну, там разницы полно, там всяких мозаичные, там, и вот у нее были такие мозаичные, да, вот эти. Самый основной этот, ну, как вид сказать, или там есть железо, которое, ну, поддерживает осень композиции, да, и вот это очень красиво сделано там. В кузнеце Саха сохранились старинные способы термообработки железа и стали. Из года в год секреты мастерства и огонь сердца передают молодым кузнецам с надеждой на то, что слава якутских мастеров-ножевиков никогда не померкнет. Материал в основном Х-12 мов, нержавейки и березовый кап, рукоять, вот ножны, кожа натуральная. И вот эксклюзивные ножи именные тоже делаю, с серебром. Бесценной опорой и необходимой поддержкой для молодых кузнецов, воспринимающих как национальный долг возрождения этого благородного и в то же время таинственного, по сути, ремесла, являются такие известные мастера своего отдела, как Борис Неустроев, Александр Данилов, Василий Попов и другие. Кузнецы, работающие с металлом, мастера резьбы по древесине, а также портные, хранят в себе знания о верованиях народа, традициях, о культуре наших предков. И эти знания они передают из поколения в поколение, с помощью искусства, отраженного в их изделиях. Сейчас пришел черед нашего поколения. Это мы должны продолжать дело своих предков. Все великие открытия наших предков осуществлялись на лошадях. Отдавая дань уважения этому животному, в нижней части стойки своего изделия я использовал лошадиное копыто, а верхнюю часть стойки изготовил из рога Сахатова. Ведь лось является одним из главных представителей нашей тайги. Это почтенное животное, которое находится под покровительством Баяная. Писаницы наших предков мы до сих пор находим на скалах полени. Они оставляли послания в виде рун. Человеческая душа состоит из трех элементов – салгынкут, боркут и якут. Руны именно об этом я изобразил на стойке данного изделия. Все знают якутский эпос «Аланхо». На рукоятке изображен эпический герой Нюргун Батур. Также изображена ураса, как жилье наших предков. Так как у нас тесная связь с лошадью, я не мог не отметить его и здесь. А это воин Батур. Я сам потомок Батуров. Якутский нож всегда отличался прочностью, надежностью, и для мужчины Саха имел всегда определенную философию. На данный момент дошедший до нас якутский нож из плава руды идеален в соотношении прочности, качества и морозоустойчивости, и поэтому так славится на весь мир. Я этими ножами занимаюсь около семи лет, и мне очень понравился этот нож. У него асимметричная заточка, одна сторона прямая, ребро жесткости, очень хороший нож. Самое главное, надо упор делать, чтобы нож был очень тонкий вот здесь, как фольга он делается, чтобы охотник в лесу легко работал, чтобы рука не уставала. И все охотники, вот у меня, хорошие отзывы об них, об этих ножах. Говорят, что долго не тупиться. Вот это самое главное. Потому что человек в тайге один, и нож должен ему помогать в лесу. Это самое, как говорится, главное. Он не должен с собой топор таскать. Он вот в бах, и все. Он легкий и прочный. Такой должен быть нож. Сегодня многие мастера России и даже за рубежом повсеместно копируют внешний вид якутского ножа и выдают за оригиналы. Поэтому в целях защиты нашего исторического наследства от подделок президент Ассоциации кузнецов и металлургов Якутии, доцент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Амосова Николай Бурцев запатентовал якутский нож. По его словам, это позволит бороться с подделками и защитит культурное и историческое достояние народа Саха. Я как жена любящего мужа, он очень дотошно относится к своим ножам, поэтому скрупулезно каждый, то есть детальку ножа, он как бы относится, вам сказать, все вытачивает, прям все с любовью так все делает, чтобы было качество, гарантия, поэтому у нас наши ножи именно с гарантией, пожизненной гарантией. За рубеж чаще сейчас по сайту стали отправлять, уже мы там стали известны, в Москве очень много наших ножей покупают, ну и другие города тоже печатают в журнале, местные сейчас курские охотники стали к нам приезжать. То есть якутский нож очень стал популярен, мы потому что посещаем другие выставки, якутский нож занял на выставках, так сказать, очень высокую марку, очень высокую, потому что сейчас его копируют очень многие люди, но, как правило, на качество не смотрят. Якутский нож является не только олицетворением культуры и истории, он повсеместно используется для самых разных целей. Это небольшой, простой на вид нож, конструктивные особенности которого позволяют ему быть одним из самых функциональных ножей. Его можно брать для разделки убитой дичи, рыбалки или в поход. Вот я приобрел нож, очень красивый, очень вообще даже душа радует, очень хорошая работа, красивая работа, ну, наконец-то нашел, мне нравится. Теперь на охоту поедем уже. Любители якутского ножа также отмечают удобство для использования в некоторых специфических видах эксплуатации, присущих северным народам, например, в приготовлении строганины, нарезке замороженной рыбы и мяса тонкими стружками. В рамках конкурса «Лучший кухонный нож» гостей угостили якутскими деликатесами, строганиной и замороженной жеребятиной от маэстро национальной кухни Иннокентия Тарбахова. «Лучший кухонный нож» Из сорока восьми ножей выявят, чтобы один нож победил, это очень трудно. Критерий такой, теперь строганины, они победители, должны нарезать не двумя руками, а одной рукой. Ну там какие-то уже ножи отсеиваются. И таким критерием мы нынче тоже победители ножей нарезали мёртлое мясо. И мы выбрали. И этому кузнецу именно здесь написано «Дарханус» по кухонным ножам. «Дарханус» Это моё первое участие в выставке «Дарханус». Изготовление этого победного ножа мы начали после новогодних праздников. Я не думал, что выиграю, но я всё же надеялся, что делаю достойный экземпляр. Кузнечным ремеслом я начал заниматься с 97-го года. Традиционный якутский нож – одно из древнейших произведений якутских мастеров, конструкция которого не менялась на протяжении веков. Именно он настолько высоко ценится местным населением, что его можно смело считать одними из самых известных брендов местной культуры. И вот я как человек, изучающий древние письмена, руны, замечаю очень хороший такой тренд. Почти у всех мастеров клеймо, клеймо мастера, они сегодня уже выполнены рунами, древними рунами. Это очень хороший тренд, я так считаю. Вообще и художественное содержание, и смысловое содержание этих изделий каждый год обогащается, и это очень хорошо. Каждый конструктивный элемент якутского ножа оттачивался десятилетиями на охоте в тайге. Этот нож вобрал в себя весь практический опыт якутских охотников. Он надёжный, практичный и универсальный. Ну, технология очень высокая, думаю, я вот потрогал ножи все, проверяю, смотрю. Ну да, восхищаться можно только так. Столь необычная геометрия национального якутского клинка несёт в себе две основные задачи. Упрочнение клинка в условиях продолжительной эксплуатации при низких температурах и удобство в обслуживании заточки клинка на всём протяжении срока службы ножа. Меня тут спрашивают, в чём отличие моих ножей от ножей других кузнецов. Практически отличий нет. Но можно сказать, отличие в том, что я испытываю каждый нож, тестирую у себя. Только лучшие из лучших попадают в руки клиента. Якутский нож имеет дух. Это правда. Все говорят, что это миф. Некоторые не верят, но нож всё же дух имеет. Правила заточки очень просты. Берётся второй нож, и с той стороны, на котором нет дола, с тыльной стороны проводим по лезвию. Три раза. И там, где дол, лезвие подправляется один раз. Наступает финальная часть выставки. Испытание якутского ножа в номинации «Универсальный нож». Тестирование ножей на прочность провёл президент охотничьего клуба «Кыман» опытный охотник Александр Тостыгин. Он испытал ножи на строгание бумаги и древесины, проверил остроту лезвий на медной трубе, а также порезал резину и войлок. Субтитры подогнал «Симон» В основном все этапы проходимые для якутских ножей. Я думаю, пусть победят сильнейший этап. Я, как эксперт, выбрал три ножа хороших рабочих, которые прошли все эти пять этапов. Слово за главной студией, как говорю. Я сам занимаюсь охотничьим туризмом. Очень много туристов приезжает. И все, как правило, с собой вводят штук по пять, по десять ножей. Потому что им очень нравятся наши ножи. Это второе оружие охотника после карабина – нож. Решением экспертов определен победитель в номинации «Универсальный нож». Им оказался Анатолий Константинов из Чуропчинского улуса. Ему уроженцы села Харбалах Татинского улуса вручили специальный приз – охотничье ружье. У нас в Чуропче главным наставником всегда был Бахаус. Именно его учения помогли нам изготавливать хорошие ножи. Хочется поблагодарить его. Нас из хаталынского наслега приехало четверо человек. Все приняли активное участие. В прошлом году на этой выставке «Дархан-Ус» Виктор Кышкин из нашей делегации также победил в номинации «Лучшая художественная композиция». Поэтому и в этот раз главный приз номинации отправляется в хаталын. Вот и определились победители девятой главной выставки кузнецов Якутии «Дархан-Ус-2018». Искренне поздравляем всех номинантов. И хочется отметить, что среди поклонников и любителей ножевых изделий работы наших кузнецов пользуются большим спросом. И это еще одно подтверждение того, что дело, начатое предками, в надежных руках. С каждым годом качество работы улучшается. Если в конкурсе художественных композиций раньше участвовало не так много человек, то нынче участников в этой номинации больше десяти. Хочется еще раз отметить высокий уровень мастеров. Якутские ножи – это удивительные клинки из глубины истории якутского народа, которые сохранили до нашего времени свои особенности под назначению, конфигурации и применению не только в повседневной жизни. Пусть кузнечины и меха сильнее подают тугую воздушную струю в горн, и огонь синим пламенем пылает в веках, раскаляя сталь, которая в умелых руках мастера превращается в чудо-изделие. Субтитры создавал DimaTorzok